Здравствуйте, меня зовут Наталья Богданова и вы смотрите пятничный выпуск новостей на городском телеканале ЮТВ. Первая половина в Оренбуржии традиционно выдалась жарко и многие уже открыли купальный сезон. Сегодня поговорим о безопасности на воде и у нас в гостях старшие государственные инспекторы ГИМС МЧС России по Оренбургской области Юрий Каханенко и Константин Марковцев. Здравствуйте. Добрый день, Наталья. Добрый день, зрители. Предлагаю начать разговор с того, что 15 июня исполняется до 35 лет со дня основания ГИМС в России и хочется узнать, да, как инспекция работает у нас в Оренбургской области, что из себя представляет и вот какие основные задачи в работе. Действительно, государственная инспекция по маломерным сынам была образована 15 июня 1984 года. Государственная инспекция принадлежала различным министерствам и ведомствам. Это было и Министерство природных ресурсов, и Министерство экологии, другие министерства. А вот с 2004 года ГИМС прочно вошел состав МЧС России, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Но задачи у вас оставались примерно те же самые, насколько я понимаю, да? Основных задач для ГИМС это две. Первая – обеспечение безопасности людей на водных объектах в пределах своей компетенции. И вторая задача – это контрольнадзорная деятельность за маломерными судами, базами, стоянками для маломерных судов во внутренних водах и в территориальном море. А вот функций у ГИМС довольно-таки много. Ну, я назову основные три функции. Первая – это освидетельствование маломерных судов, освидетельствование пляжей, баз для стоянок маломерных судов, освидетельствование переправ, лодочных переправ, ледовых переправ. То есть мы работаем и зимой, и летом, круглый год. Наверное, вот что касается как раз-таки маломерных судов, это, насколько я понимаю, не так актуально для Оренбурга, потому что у нас такие водные объекты достаточно небольшие. Или все-таки нет? Я хочу сказать, что на протяжении всего года у нас практически всегда, каждый год, количество маломерных судов увеличивается. То есть сказать, что у нас люди не покупают маломерные суда и не регистрируют, просто нельзя. Другое дело сказать, что на территории Оренбургской области в основном они ходят по воде, либо это вот, где большие у нас водоемы, либо и Реклинское водохранилище, Черновское водохранилище, Сорочинское водохранилище, то есть где большая вода. Следим в каком порядке, чтобы каждый судоводитель имел при себе удостоверение на право управления маломерным судном. Кстати, это одна из третьих функций ГИМС, то есть аттестация на право управления маломерными судами. К нам приходят люди, сдают экзамен. Если говорить уже про летний период, пляж городской главный открылся у нас на днях, и многие оренбуржцы уже его посещают. Расскажите, как прошла проверка? В общем-то, готов он действительно к тому, чтобы отдыхающие горожане могли безопасно купаться в Урале? 5 июня 2019 года в городе Оренбурге было проведено техническое осведение центрального городского пляжа. Пляж полностью соответствует требованиям 501 приказа МЧС России и допущен к эксплуатации. На пляже ежедневно с 10 утра до 9 часов вечера дежурят спасатели, которые готовы, они аттестованы и готовы оказать первую доброчебную помощь. Водная поверхность ограждена бойками, определены границы заплыва. Также береговая линия засыпана песком, она оборудована и на нем можно свободно отдыхать. Также оборудована металлическими зонтами, переодевалками, мусорными баками. И также имеются информационные щиты, на которых представлены информация о температуре воды, воздуха. И также имеются стенды со спасательным инвентарем. Это спасательные круги, концы Александрова. То есть все как обычно? Или что-то новое есть? Или, в принципе, от прошлого сезона ничем не будет отличаться пляж? Пляж будет отличаться территорией. Длина пляжа была увеличена. В том году длина пляжа была около 200 метров, в этом году 400 метров. А в целом, по области, сколько пляжей уже открылись? Или, может быть, открылись уже все, которые в сезоне будут действовать? И, в общем-то, как они прошли результаты проверок, аттестации? Если брать по периоду прошлого года, то у нас в прошлом году было открыто 32 пляжа на территории Оренбургской области. В этом году ровно половину, то есть 16 на данный период времени. То есть это пока что или, в принципе, их будет меньше? На данный период времени у нас заявок было 16. Ну, я так понимаю, что их будет гораздо больше. То есть еще не все пляжи в данном периоде времени готовы. Что должно быть на территории каждого пляжа? Не могу не заметить, что обязательно должно быть на каждом пляже акт водолазного обследования дна. То есть дно обязательно должно быть полностью очищено от посторонних предметов. Коряк, не должно быть водоворотов, колющих, режущих предметов. То есть территория полностью должна быть, дно водоема должно быть обязательно очищено. Почему именно на этом заостряю внимание? Потому что уже в этом году у нас произошел несчастный случай, именно связан с тем, что человек находился в несанкционированном месте, купался. То есть две девушки у нас сакмары вышли на водный объект. Буквально только в метре от берега они ступили на водоем, провалилась под ними почва. Глубина оказалась 6 метров. 6 метров. Огромная, можно сказать, глубина. Одна девушка спаслась, вторая утонула, к сожалению. То есть если человек не знает, какое под ним дно, то, соответственно, он может попасть в такую ситуацию. Вы проговорили, да, про обследование дна. Это происходит только один раз в год, только перед открытием пляжа в течение сезона. Нет необходимости владельцам это делать еще раз повторно? Происходит это ежегодно. То есть именно по открытию пляжа. Водолаз дает акт заключения, то есть они полностью всю эту территорию обследовали. Кроме того, органы санэпидемнадзора еще должны также проверить санитарное состояние пляжа. То есть должно быть два акта. И, естественно, должен быть на каждом из пляжей матрос-спасатель. Обученный матрос-спасатель, который прошел обучение, может оказать первую медицинскую помощь. Вот это три основные момента, которые должны присутствовать на каждом пляже перед каждым его свидетельством. 16 пляжей сейчас по области работают. Это получается, что даже не в каждом муниципальном образовании. Это, наверное, дает основание для того, что люди, которые поблизости не имеют законного санкционированного пляжа, будут в любом случае пользоваться тем, что есть, что называется. К сожалению, такие у нас моменты присутствуют. То есть у нас люди купаются в несанкционированных местах. Это, если сказать, что мы ничего не делаем по этому поводу, тоже неправильно. Потому что мы обращаемся к главам администрации, каждый год посылаем им письма с тем, чтобы они все-таки по мере своих возможностей открывали эти пляжи. Ну, понятно, что не совсем получается это дело. Но основная причина того, что не открываются они – отсутствие денег. Но в прошлом году, хочу сказать, что по сравнению с 2017 годом у нас на четыре пляжа увеличилось. То есть у нас рост шел открытие пляжей. Как в этом году будет, пока еще трудно судить, потому что пляжный сезон только открывается, он еще весь впереди у нас. Есть ли уже информация о том, что какой-то новый пляж появится в области? Или, может быть, из тех, что открылись, какой-то из них будет работать впервые? Или вот сейчас те, что в прошлом году работали, они дублируются? В этом году планируется открыться 32 пляжа, как и в прошлом году. В городе Оренбурге допущены к эксплуатации три пляжа. Также в Оренбурге планируется допуститься еще четыре пляжа. Получается, в Оренбурге будет семь. Семь. Будет ли какой-то новый или планируется ли какой-то новый пляж? На данный момент новых пляжей не планируется. Так, ну, как по старому варианту. Что случается с теми людьми, которые отправляются на несанкционированные? Есть ли с вашей стороны здесь какой-то контроль, какое-то предупреждение? Или, может быть, собираете данные и отправляете уже в какие-то другие ведомства? Вы знаете, ежедневно, подчеркиваю, ежедневно на территории Оренбургской области Государственная инспекция по номерным судам выходит на водные объекты и проводит свои патрулирования. Время патрулирования неоднократно со средствами массовой информации. Мы также выходили с телевидением. Обращаемся, во-первых, к тем гражданам, которые купаются, чтобы они этого не делали. Раздаем листовки. И затем главный государственный инспектор пишет письма в различные муниципальные образования, чтобы они следили за этими стационированными пляжами и выставляли там знаки. Знаки купания запрещены. То есть максимум, что могут сделать в свою очередь представители муниципалитетов, это вот установить этот знак купания запрещено. Помогает ли это, как правило, и вот по Оренбургу понятно, наверное, что регулярно патрулирование осуществляется, а вот в какие-то отдаленные территории, муниципальные пляжи, поселковые, выезжают ваши специалисты, там с населением общаются? Как правило, на территории каждого муниципального образования находятся специалисты ГОЧС, которые следят за этими водными объектами. То есть они на месте выезжают, осматривают, выставляют эти знаки. То есть они также проводят работу постоянно. Причем они также ходят по школам, проводят мероприятия со школьниками, объясняют, как в различные периоды времени. В зимний, летний, осенний, весенний, как нужно себя вести. Потому что на территории Оренбургской области у нас на данный период всего 10 инспекторов ГИМС. То есть пройти быстро всю территорию – это практически невозможно. Какие аргументы люди приводят, да, и как вообще они реагируют на то, что запрещено, вот они годами туда приходят, и вот вдруг на такие замечания. Они понимают, да, что это небезопасно для них? Или все равно, по большому счету, после такого предупреждения ситуация не меняется? Как правило, все понимают, что купаться нужно в отведенных местах, но каждый практически говорит, да я тут уже неоднократно был, да я тут уже все знаю. Периодически бывают такие моменты, когда, вот я говорю, люди не знают, какая почва под ним находится. В прошлом году вот у нас мальчик зимой погиб, то же самое, в таком месте по первому льду, где буквально был тоже огромный обрыв. Они этого не знали, два мальчика вышли, один из них провалился и погиб. Несмотря на то, что все эти действия, да, производятся, все вроде бы, да, регламенты соблюдаются, но количество людей, которые погибают на водных объектах, их меньше не становится, да, в этом году, вот на середину июня. Какая статистика по погибшим? Ну, к сожалению, в данный период времени, с 1 января и по настоящее время на территории Оренбургской области количество погибших очень сильно выросло по сравнению с прошлым годом. Было 16 происшествий, погибло 16 человек. А в прошлом году? В прошлом году было 7 происшествий, погибло 5 человек на данный период времени. У нас только в июне уже погибло 4 человека, а если брать май и июнь, то 11 человек за 2 месяца. Вот такая нехорошая статистика. Эта статистика, она только, да, вот плачевная такая по сравнению с прошлым годом или на протяжении, может быть, нескольких лет, вот именно такая тенденция идет? Если брать последние 5 лет, то в основном, в среднем, раньше, еще 5 лет назад на территории Оренбургской области во время летнего периода погибало примерно 100 и более человек. Если брать последний, 17-й год, погибло у нас 77 человек. В прошлом году произошло 64 происшествия, погибло 60 человек. То есть тенденция шла на уменьшение. С чем это связано? Каковы причины, да, вот основных этих происшествий? Все происшествия произошли в несанкционированных местах купания. И основная причина – это купание в состоянии алкогольного опьянения. Также оставление детей без присмотра. Несоплюдение требований безопасности, купание в местах, которые совершенно не отведены для купания, то есть вот посторонние места. Мы всегда говорим, что напоминаем людям, что купаться нужно только на пляжах. Что касается официальных пляжей, было ли там за последние, наверное, 5 лет, да, какие-то такие происшествия со смертельным исходом? Если брать именно погибших на территории пляжей, то таких случаев вообще не было ни одного. Спасенные были, да, то есть люди тонули периодически, каждый год эта статистика меняется. Спасенные всегда присутствуют. Но утонувших именно на водных объектах, которые были освидетельствованы, открыты купанию, не было никогда. Ну и предлагаю завершать, да, нашу первую часть. Хочется еще раз, наверное, обратиться к оренбуржцам, да, какие рекомендации ГИМС, МЧС дает жителям города, жителям области, вот, в самый разгар, да, летнего сезона купального. Купаться только в оборудованных и строго отведенных для этого местах, быть максимально осторожными при выходе на воду. Также хотелось бы обратиться к взрослым, чтобы следили за детьми, никогда их не оставляли одних на территории водного объекта. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112-101. Спасибо. У нас в гостях были старшие государственные инспекторы ГИМС МЧС России по Оренбургской области Юрий Каханенко и Константин Марковцев. И вам спасибо. Как будет работать в этом году главный городской пляж в Оренбурге, расскажем в сюжете. Наши корреспонденты съездили на открытие, пообщались с представителями УЖКХ города, которые будут отвечать за, в общем-то, состояние пляжа и с теми, кто уже на нем отдыхает. В Оренбурге на данный момент всего два городских пляжа – на набережной и на Красной площади. Такое малое количество связано с возможностью организовать безопасное место купания и финансирование. Благоустройство пляжа на Красной площади обошлось в 850 тысяч рублей, на набережной – в 600 тысяч. В этом году использованы новые малохерститурные формы на данном пляже. В том году удалось избежать тех затрат в связи с тем, что часть набережной была закрыта на реконструкцию, и высвободившие малохерститурные формы, которые в том количестве там не понадобились, мы смогли установить сюда. В этом году пляж открыт на всей протяженности, все малохерститурные формы установлены там, а здесь изготовлены новые. Раньше на 500 тысяч оренбургцев был только оборудованный пляж на Беловке, но в 2018 году легализовали еще один – на Красной площади. Несмотря на недавнее открытие, жители уже успели искупаться. Хотя полноценным плаванием это назвать трудно. Самая глубокая точка – около полутора метров. Да, уже купался, конечно, но, блин, Урал сегодня теплый. Песок, пляж, палатки, беседки, здесь можно отдохнуть, прийти к культурному посидеть, отдохнуть. Работы были выполнены такие, как завоз песка, установка новых малохерститурных форм, проведено водолазное обследование акватории на реке Урал, взяты проб песка и воды для определения соответствия санитарной нормы и правилам. Не переплывайте резко, не заплывайте забуи. По той стороне сильное течение. Если возникнет какие-то у вас неприятности, обращайтесь на спасательный пост. В конце пляжа он находится. Вышка. Что по ситуации? Вот в настоящий момент, можно сказать, глубины небольшие. Буями огорожена территория, обследованная водолазами. Также буями вот этим. С той стороны сильное течение и уже большие глубины. В том угрозе состоит, что человек пришел сюда, небольшая глубина. Он пошел и решил, давай я туда переплыву. Там сильное течение глубоко, дна там он не достанет. Если там обратить внимание, тоже знак будет стоять. Купание запрещено, люди все равно там будут купаться, они будут в траве сидеть. По официальным данным МЧС, за 2018 год на территории двух городских пляжей гибель людей не зарегистрирована. Все происшествия на воде, в частности, связаны с нелегальными местами купания. Но пока это не останавливает оренбуржцев от отдыха на несанкционированных пляжах. Анастасия Клесова, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ. А мы продолжаем говорить про безопасность на воде. И у нас в гостях спасатель старшей смены аварийно-спасательной службы города Оренбурга Андрей Феошин. Здравствуйте, Андрей Борисович. Аварийно-спасательная служба города Оренбурга. Что себя представляет, сколько там работают людей, которые отвечают за безопасность людей, за спасение людей, в том числе и на воде? В аварийно-спасательной службе города Оренбурга эта служба молодая, для этого муниципального образования создана. Работает здесь 4 смены по 6 человек. И вот этими силами они несут круглосуточное дежурство. В городе Оренбурге выезжают на все чрезвычайные ситуации, которые здесь случаются. Будь то дороже транспортные происшествия, обрушение зданий, различные бытовые ситуации, в которых требуется помощь спасателя, вплоть до того, что снять кольцо у человека с опухшего пальца. Даже такие у вас бывают случаи? Такие случаи бывают, да. Вызывают, что человек надел, например, вечером. Женщина часто им на какой-то праздник подарили кольцо, они его надели, вечером посидели. Утром просыпается, пальцы вот такой вот, снимите кольцо. Остается только вызывать спасателей. То есть кто-то сидит и ждет звонка, да, экстренной ситуации, но не ждет, наверное, готов к ней. А кто-то, вот в данном случае, как вы, на пляже, да, следит за порядком, да, за безопасностью людей. И в целом, вот чтобы работать спасателем, чтобы, да, брать на себя ответственность за жизни людей, за спасение, что нужно, да, знать, уметь, и какое образование получить, или, может быть, компетенции какие-то приобрести. Согласно закону федеральному, для того, чтобы стать спасателем, нужно достигнуть возраста совершенно летнего, потом нужно сдать физические нормативы, пройти медицинскую комиссию соответствующую, и после чего прочего пройти обучение по программе первоначальной подготовки спасателей. После чего сдаются экзамены, проходят аттестации, и человек получает сначала квалификацию спасателя, потом квалификацию спасателя третьего класса, второго, первого, международник. То есть как вот так универсально можно обучить человека, вот и на воде, и там, и в огне, и где-то в аварии, да, то есть что нужно знать здесь, что главное, там какие-то медицинские тоже... Для этого получается, да, что человек, в общем-то, постоянно же спасатель имеет возможность на смене во время вот этого суточного дежурства, то есть выделяется ему время для того, чтобы самосовершенствоваться. Можно проводить с ним занятия, как-то по физической подготовке, так и теоретические, практические занятия. Очень ведь спасатель такая специальная, что ты не знаешь, например, выезжая на вызов, ты не знаешь, чем ты можешь встретиться. Это может быть такое, чего ты, например, ни разу в жизни не пробовал, но морально нужно быть к этому готовым. Ну, всегда есть как старший товарищ, который там подскажет, либо ты уже слышал об этом случае. Ну, в общем, умение работать со снаряжением, оно позволяет на 90%, ну, если включать голову, выйти из любой ситуации достойно. Но ведь наша задача не просто, например, там, что-то сломать, а в результате, мы в результате должны получить спасенную жизнь минимальными затратами. Ну, в этом и есть суть работы. Каждый, наверное, день на работе, каждый вызов – это стресс все равно и для спасателей. Или, то есть, с годами уже притупляется это чувство, и просто вот, да, едешь только вот с одним? С годами нет, здесь цель другая. Если человек не хочет кому-то помочь, а приходит на работу только из-за того, что это удобный график, ну, либо зарплата, хотя зарплата у нас, конечно, небольшая, то, в общем-то, не стоит уже дальше работать. Ну, я так говорю, молодым спасателям всегда. То есть ты должен быть готов к тому, что тебе должно быть интересно. Как вот у нас раз поступил вызов, вот, ведь кто-то должен остаться на базе, и часть дежурной смены выезжает на вызов, и вот начинает молодежь. Все хотят ехать, все всегда хотят ехать. И это очень хорошо, что мы не выбираем того, кто останется там, или, наоборот, я останусь, я останусь, я поеду, я поеду, я поеду. Вот это очень хорошо, когда такая ситуация. То есть сейчас у вас так, все сейчас горят. Все хотят, конечно, все хотят ехать, все хотят помочь, потому что, когда ты помогаешь человеку, ну, в общем, ты чувствуешь, что не зря как-то работаешь. Сейчас ваша работа заключается, да, в том, чтобы следить за безопасностью людей на городских пляжах. Расскажите, на каких пляжах вы работаете, и что входит в ваши обязанности, когда на смену вы заступаете? Ну, сейчас у нас полное муниципальное задание. Мы обслуживаем два пляжа безопасности. Это пляж на Красной площади, и пляж центральный, это на Беловке, большой пляж на улице Набережной. Функции спасателей ходят, ну, сначала водолазы нашей службы провели обследование, дна, то есть вот эти буйочки, которые там стоят, люди думают, что это, ну, я не знаю, тут для красоты они стоят. Вовсе нет. Буями обозначена безопасная зона, которая обследована нашими водолазами. И то есть они подписывают так и отвечают за то, что вот в этой зоне, которая огорожена, что там точно не будет битых бутылок, не будет коряк, не будет обрезков труб каких-либо. Там леска, сеть, может же все что угодно притащить весной вода. Если стоит табличка «Купание запрещено», это не просто из-за того, что никому не охота туда идти, обследовать. Вот как мы на пляж центральный, например, если поедем, вы увидите, что люди любят купаться со стороны за Уральной рощи. Там стоит табличка, что купание запрещено, потому что там сильное течение, заиленное очень сильно дно. Это место, оно непригодно. И неизвестно, что на этом дне. Но тем не менее, люди, они не заплывают за буйки, понимают, а заботятся о своей безопасности. Или, как правило, это вот такая условная граница, которой никто не придерживается. Спасатели, они же не просто так сидят, они ходят по пляжу, они проходят на лодке. В мегафон постоянно предупреждают, что дорогие отдыхающие, уважаемые жители нашего города и гости, в избежание несчастных случаев, да, купайтесь в строго отведенных местах, подготовленных, обследованных нами. В этом году там по колено воды, конечно, там чуть по пояс, где по колено, то есть нужно далеко идти, людям охота попасть где глубже. Но где глубже, там, естественно, и течение намного сильнее. То есть, что опять, да, становится мельче и мельче, это еще один фактор того, что люди все-таки будут пренебрегать своей безопасностью. Ну и люди раньше прыгали с моста, сейчас под мостом глубина там метр двадцать примерно в некоторых местах. То есть это вот стабильно практически каждый год? Каждый год обязательно есть желающие прыгнуть с моста. Хотя там и висят таблички, не прыгайте с моста под ним. Чем это заканчивается? Это заканчивается тем, что, если вниз головой можно сейчас при таких глубинах, обязательно будут какие-то повреждения внутренних органов. В прошлом году, по-моему, ребра сломал человек. Он плашмя упал с моста. Ему повезло, что он плашмя упал. Если бы он так вошел, он бы сломал бы себе шею. Нырять вообще, у нас негде нырять на пляже, потому что глубины такие, что если нырнул, сломал шею и все. Но спасатели ходят, они предупреждают, они раздают памятки. На памятках пишут, там написано правило поведения на пляже, что мы хотели бы от людей, как им обезопасить себя. Пьяные на речке – это уже кандидаты. Такие на несчастные случаи. На ваше пристальное внимание. То есть, если человек появляется пьяный, за ним спасатель уже пристально начинает следить. Но надо не забывать, что ведь, когда спасатель отвлекается на него, у нас два человека сидят на пляже, держат, то здесь же и маленькие дети, здесь же и все. То есть, на пьяного отвлекается внимание, на кого-то другого может его ведь не хватить. Поэтому, представьте, как надо шустрить там на этом пляже. Мамам надо напоминать, мамы пришли, сели, достали планшеты, телефоны и все. И залипли. Дети сами ходят. То есть, спасатели ходят, напоминают. Где ваш ребенок? Вы следите за ним или не следите? Андрей Борисович, вот до вас у нас в гостях были сотрудники ГИМС и сказали, что по статистике, вот к счастью, на легальных пляжах, официальных пляжах несчастных случаев не было. Последние, наверное, пять лет. А предотвращенные случаи есть? Приходится вам все-таки работать или больше наблюдать? И, например, вот за прошлый год сколько спасено было людей на главных пляжах города Оренбурга? Ну, статистика ведется, что за 18-й год на двух пляжах, которые обслуживает военно-спасательные службы муниципального образования Оренбурга, было всего 18 случаев, спасено там 24 человека. Те случаи, когда не рассчитал свои силы. Например, вот в прошлом году пожилой человек, он купался, ноги запутались в этих водорослях. И он последнее, что он смог сделать, он начал кричать. Он такой в возрасте уже человек был. Вот мы тогда отскочили, вытащили его на берег. Сколько вот времени это занимает? Например, человек находится на середине реки, сколько нужно времени, да, должно произойти с того момента, как вы поняли, что он в опасности, и до него добираетесь? Ну, если человек начинает кричать, в общем-то, мы сразу убираем. Времени проходят минимально, потому что используем катер. Если можно добежать по берегу, мы можем и до берега добежать, мы и вплавь можем дойти, в общем, как бы не проблема. Но ведь есть люди, которые и не кричат. Как реагируют люди? Чаще всего кричат, там размахивают руками. Как вы понимаете, что вот что-то не так? Видим, что, например, ребенка, если раз-раз понесло течением, значит, нужно уже что-то предпринимать. Человека, который выбивается из сил, его на воде видно. Все равно в любом случае. Мы стараемся, в общем-то, бывают такие случаи, когда лучше перебдеть, как называется, да? То есть смотришь, видно, что человек выбивается из сил. И вы уже тогда начинаете... Да, мы начинаем как бы заранее можем начать. Но случаи такие бывают, что и уже уходят. Потому что у нас ребята, вот, с нашей смены, они тогда двух человек вытащили. Один тонул, второй пошел его доставать. И тоже следом за ним. Тоже начал тонуть. Тут ребята и с берега, и с лодки, и, в общем, их в лодку взяли. Так бы они, конечно, были. Как спасти человека? Это обязательно должна быть физическая сила? Что вы предпринимаете? Вот, например, наши телезрители, да, которые смотрят, чтобы они понимали, что если это происходит на их глазах, в месте, где нет дежурства спасателей, да, потому что в любом случае, что они делают, но на несанкционированные пляжи люди ходят. Вот что нужно предпринимать в такой ситуации? Прежде всего нужно оценить свои силы. Вот. Звать на помощь. Если ты не чувствуешь в себе силы, что ты сможешь достать этого человека, то ты можешь утонуть вместе с ним. То есть опасный момент – подплываешь, когда к человеку, он же будет хвататься за тебя, там, все. Вот для этого можно подать ему, если есть возможность какая-то, подать. Если нет спасательных средств, это не санкционированный пляж, можно подать ему палку, автомобильный трос даже можно выдернуть из багажника, кинуть. Или подойти к нему на какую-то глубину, ну, как всегда, да. Чтобы чувствовать дно. Чтобы чувствовать дно, и подать ему, например, палку, чтобы он схватился руками. Но если вы уверены в себе, нужно подплывать, нырять, брать. Этим нужно заниматься и тренироваться. А обычному человеку нужно звать на помощь. Если ты не уверен в своих силах, подавать что-либо. И если вы уверены, то, значит, нужно тянуть, освобождаться от зала. Вот в вашей практике за прошлый сезон больше было случаев таких на воде с детьми или со взрослыми? Ну, всякие были случаи. И с лодки было спасение из берега, и круг спасательный подавали. Случаются ли такие критические ситуации, когда, например, человек может быть физически очень силен, который тонет, и даже спасателю не удается тогда оперативно решить ситуацию, и он сам тоже рискует своей жизнью? Ну, спасатель работа такая, в общем-то, всегда рисковать маленько своей жизнью. Просто это нужно все делать в разумных пределах. Для этого ведь спасатель и тренируется, для этого у него есть лодка, есть спасательный круг, которыми они умеют пользоваться, приемы первой помощи, которые они могут оказать. Потому что ведь его просто вытащить человека из воды и бросить его тоже как бы толку не будет. И спасение. А что вы предпринимаете? Его же нужно потом спасти, чтобы до скорой помощи он дотерпел. Нужно ли ему искусственное дыхание сделать? Нужно освободить дыхательные пути. То есть, если он нахлебался, перевернуть его, слить воду из него, положить на коленку или на гидроцикл, чтобы вода слилась. Потом только уже посмотреть, если он без сознания, нужно сердечно-легчную реанимацию проводить. Я предлагаю напомнить нашим телезрителям, если они оказались в какой-то ситуации, когда что-то угрожает их жизни, как можно вас найти, куда обращаться, чтобы приехали спасатели. И вот в какой срок они добираются до места? Есть у вас какой-то норматив? Норматив всегда один, как можно быстрее. Потом обращаться спасатели 011-112, они нам сбрасывают. Муниципальный диспетчерский центр – это 30-40-40, там 0-05, вот эти телефоны известные. А на пляже, что на одном, что на втором, стоят вышки, на которых дежурит спасатель, на ней написано «спасатель». Там сидят спасатели. Если они не находятся на обходе, то, значит, они на этом месте. Туда можно прийти, первую помощь можно получить всегда, например, если порезал что-нибудь такое. У нас в гостях был спасатель старшей смены Андрей Борисович Феошин. Спасибо. Пожалуйста. Ну и в завершении выпуска хочется, наверное, только напомнить оренбуржцам о правилах безопасности. На воде не только что, ничто, да, ни хорошая погода, ни праздник не могут стать доповодом для того, чтобы рисковать своей жизнью. Вы смотрели пятничный выпуск новостей. Меня зовут Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин